Игнатий Лапкин. Гибель группы Дятлова во свете Библии. Я, как православный христианин, ищу ответы не только в зримом и понятном для разума плотского человека, но ответ нахожу и в сфере невидимой, духовной. Верю, что есть Господь, Творец Вселенной, и есть откровение Божие, изложенное святыми мужами веры в Святой Библии. И этому верю, безусловно и бесспорно. Вот только всего лишь несколько мест из Святой Библии, на которых строится все здание возможного каркаса событий. Читая эти места, хотя бы на это время попытайтесь поверить, даже будучи вовсе уж неверующим, что есть такие неоспоримые истины. 2 Тимофея 3,16. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Псалом 138,16. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Откровение 12,12. И так веселитесь небеса и обитающие на них, в горе живущем на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Иоанна, 10,10. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Притча 13,2. От плода уст своих человек вкусит добро. Душа же закона преступников зло. Притча 30,13. Есть род. О, как высокомерны глаза его и как подняты ресницы его. Вот первые опорные стихи моих рассуждений вообще, а не конкретно к группе Дятлова относящиеся. Потом перейдем уже к искомому ответу. Трагическая кончина тургруппы Игоря Дятлова в 1959 году одна из главных загадок 20 века. Девять туристов, совершавших поход по Северному Уралу, погибли, предположительно, ночью 2 февраля при таинственных обстоятельствах. Так, например, свою палатку группа покидала в необъяснимой спешке. Ее резали ножом изнутри. Многие выскочили наружу без обуви, а двоих дятловцах и вовсе нашли практически раздетыми. На одежде некоторых погибших оказались следы радиации. Другие получили травмы головы и переломы ребер. Наконец, у одной из найденных участниц похода отсутствовали глаза и язык. Всего существовало 75 версий происшедшего в ту ненастную ночь. В разное время вину за гибель туристов возлагали то на диких медведей, то на пришельцев из космоса, то на тайное оружие спецслужб. Уже мной удавался ответ на это событие в одном из роликов. Но для начала рассмотрим, что говорит нам история о подобных загадочных случаях. Кавычки открываются. Вы когда-нибудь что-нибудь слышали про летучий голландец? Образ этого легендарного корабля-призрака, покинутого людьми и бороздящего просторы морей с оборванными парусами, и поныне вовсю используется в мультфильмах и кино. Легенда родилась в ту пору, когда корабли еще ходили под парусами. Но по океанам уже началось оживленное морское движение. Вот тогда-то среди суеверных матросов и пошел гулять слух о корабле, населенном призраками, встреча с которым сулит несчастье. И вот легенда эта оказалась правдой. Самый известный и хорошо документированный случай встречи с летучим голландцем. Произошел в декабре 1872 года в Атлантическом океане. В 400 морских милях от Гибралтарского пролива вахтенный матрос Брига, божьей милостью, поднял тревогу. Он увидел мачты какого-то судна, которое приближалось к их кораблю. Команда высыпала на палубу. Капитан Дэвид Рид поднес глазам подзорную трубу и остолбенел. Им навстречу плыло хорошо ему известное судно «Мария Небесная» пропавшая на просторах Атлантики вместе с ценным грузом примерно полмесяца назад. Но что из себя представляла эта самая Мария Целеста? Она кренилась на правый борт. Часть парусов была сорвана ветром. Спущенный грот. Стаксель лежал на крыше носовой рубки. Корабль шел зигзагом, плохо слушаясь курса. А на палубе не наблюдалось никакой жизни. Дэвид Рид не только хорошо знал силуэт Марии, он был прекрасно знаком с ее капитаном. Они дружили с детства. А за день до того, как несчастная Мария Целеста покинула порт с грузом коньячного спирта, Дэвид и его жена ужинали вместе с капитаном Целесты и его женой, поскольку дружили семьями. Теперь же, судя по плачевному состоянию оснастки и парусного вооружения, Мария Целеста побывала в какой-то передряге. И, возможно, ее экипажу требовалась помощь. Дэвид спустил шлюпку и снарядил пятерых матросов на разведку. Именно их показания впоследствии и легли в основу долгого и безуспешного расследования, которое начало британское адмиралтейство, когда бедственное судно было приведено в Англию. Пятеро посланных матросов поднялись на борт бригантины и никого там не обнаружили. Ни одной живой души. На судне была мертвая тишина. На столах кают компании стояла посуда. Швейная машинка, на которой шила жена капитана, была будто покинута пять минут назад. На ее рабочей поверхности лежало незаконченное шитье. Стояли катушка ниток и масленка для смазки механизмов. Эта катушка, эта масленка и посуда на столах говорили о том, что ни в какой шторм, по крайней мере крупный, судно не попадало. Иначе из-за болтанки все это оказалось бы на полу. Причем посуда в разбитом виде. Кормовые люки были почему-то открыты, а носовой люк так даже сорван с петель и валялся рядом на палубе. Пираты, но ценный груз в виде 1700 бочек с коньячным спиртом оказался нетронутым. В трюмах находилось немного воды, примерно на метр, но в целом судно было неповрежденным. Возможно, воду наплескало волнами через открытые люки или налило дождями. И невероятное дело! Окна кормовой надстройки, где была каюта капитана, были закрыты брезентом и заколочены досками. Зачем? Было видно, что команда отчаянно хотела спастись от чего-то, но не смогла и потому покинула судно. Команда состояла из десяти человек. Капитан, два его помощника, кок и шесть матросов, плюс два пассажира, жена капитана и его двухлетняя дочь. На борту Марии Целесты была всего одна шлюпка. Должно было быть две, но вторая шлюпка осталась на берегу в ремонте. Однако места в ней хватало на всех. Причем борт покидали явно в спешке. В каюте капитана остались две пачки денег и шкатулка с драгоценностями. На полу были раскиданы детские игрушки. Матросы оставили на борту свои курительные трубки, что для моряка дело немыслимое. Следы и царапины на перилах подтверждали версию эвакуации. Судя по ним, шлюпку явно не сорвало и не унесло каким-то штормом. А ее целенаправленно спустили на воду в большой спешке. Приборы ориентирования в открытом море, сикстант и хронометр на судне не обнаружились. Значит, команда захватила их с собой в шлюпку. Компас, стоящий перед штурвалом, был сломан. Видимо, его в спешке пытались демонтировать, чтобы забрать с собой. Но неудачно. Так и бросили. Документы на груз забрали с собой. А вот судовой журнал забыли. Последняя запись в нем была сделана недалеко от Азорских островов. За полмесяца до обнаружения покинутого судна. При этом любопытно, что была еще одна запись, мелом на грифельной доске. Она была сделана на следующий день после записи в журнале. Грифельная доска служила своего рода черновиком. На ней записывались предварительные данные расчетов перед записью в чистовик. Так вот, из записи на доске следовало, что утром 25 ноября корабль находился совсем рядом с небольшим островком Санта-Мария, принадлежащим к Азорскому архипелагу. С доски в судовой журнал запись перенести, видимо, не успели, но готовились, поскольку судовой журнал был открыт. Значит, неведомая катастрофа случилась там и тогда, утром 25 ноября у Санта-Марии. На койке в каюте помощника капитана лежала открытая на середине книга, а на столе недописанное письмо, обрывавшееся на полуфразе «Моя дорогая, любимая жена, пишу тебе». Отчего же они бежали? Ведь судно не тонуло, оно полностью сохранило плавучесть. Запасов провизии и пресной воды было полно, их бы хватило на полгода плавания. Я не зря сказал, что это загадочное происшествие стало одним из самых первых хорошо задокументированных случаев встречи с летучими голландцами. Ведь что такое конец XIX века? На тот момент уже больше сотни лет действовали большие страховые компании, такие как Ллойд, которые страховали корабли и грузы на трансатлантических перевозках и были заинтересованы в тщательном расследовании каждого происшествия, чтобы извлекать уроки, набирать статистику и не терять деньги. Уже была изобретена фотография, уже по морям плавали пароходы в перемешку с парусниками, а также гибриды – корабли с парусами и паровыми машинами, которые могли использовать оба двигателя. Наконец уже был проложен телеграфный кабель по дну Атлантического океана, между Европой и Америкой, цивилизация, газеты, пароходы. До нас дошли фотографии несчастной Марии Целесты, ее капитана, его жены и даже двухлетней дочери, которые находились на борту, когда бригантина выходила из американского порта с грузом и ложилась на курс в Европу. Известны все имена и возраст членов команды. Груз, бочки со спиртом, принадлежал компании Майснер Айкермант Энн Коэн и был ей возвращен. Все по кораблю было известно, кроме одного. Оставалось совершенно непонятным, что случилось с ним в тот злополучный день, когда команда в полном ужасе решила бриг покинуть. Международная комиссия, созданная англичанами, так и не пришла никакому выводу касательно того, что же произошло на борту. Хотя следователи изучили бригантину с лупами вдоль и поперек, даже исследовали табак в оставленных трубках моряков, сравнивая его с табаком в их рундуках, сундучки с вещами. Проводили химический анализ бурых пятен на старой сабле, найденной под кроватью капитана, подозревая, что это кровь, и на корабле случился бунт команды. Но это оказалась обычная ржавчина. Судно было даже обследовано водолазами в его подводной части. Все тщетно. Загадка Марии Целесты не давала покоя десятилетиями. О ней фантазировали знаменитые писатели Артур Конан Дойл, Герберт Уэллс, но разгадки тайны так никто и не дал. Быть может, на эту аномальную историю и можно было бы не обращать внимания, если б такой корабль-призрак был единственный. Но ведь нет. Двадцатью годами ранее жители прибрежного американского поселка Истанвич заметили, что к берегу на полном ходе идет парусник «Морская птица». Причем по мере приближения к берегу он и не думал сбавлять ход. В результате корабль плотно сел на мель. Немедленно к кораблю вышла лодка, и бывшие в ней люди, поднявшись на борт, обнаружили полное отсутствие команды. При этом на столе в салоне стояла посуда, а на горячей плите в камбузе кипел кофе. Груз в трюмах, мешки с кофе из Центральной Америки, карта, судовой журнал, приборы навигации, документы – все было на месте. Из живых существ на корабле присутствовала только трясущаяся от страха собака. Проследование ничего не дало. Но тот факт, что кофе не успел выкипеть, говорил об одном. Непонятная трагедия случилась совсем незадолго до посадки корабля на мель. В октябре 1902 года, через 17 дней после отплытия из порта, был найден парусник Фрея. Экипажа на его борту не оказалось. В том же году, неподалеку от Канады, экипаж корабля Сент-Донасьен наблюдал хлопающую парусами шхуну, на борту которой не было ни единого человека. Ловить ее не стали из-за плохих погодных условий. В конце января 1921 года у американского берега был обнаружен, севшим на мель, пятимачтовый фрегат Кэррол А. Диринг. Команды на нем, как водится, в таких случаях не было. Не было также личных вещей команды, навигационного оборудования и шлюпок. Зато на Камбузе, корабельная кухня, была разложена пища. На судне имелись повреждения, но получены они были, когда одинокое судно село на мель. Расследование по этому случаю длилось несколько месяцев, но тоже так ни к чему и не привело. В Южной Атлантике трехмачтовый брик Федерасьон обнаружил старый безлюдный корабль с грузом леса. Судя по тому, какой слой ракушек на нем нарос, судно было оставлено экипажем несколько месяцев или даже лет тому назад. А вообще, сколько времени может болтаться об безлюдившей корабль в открытом океане? Ответ на этот вопрос был получен в 1913 году. Именно тогда у берегов огненной земли экипаж английского парохода Джонсон обнаружил неизвестное судно. Это был старый парусник. На его борту сохранилось название Мальборо-Глазго. Паруса и дерево были покрыты плесенью, а доски палубы так прогнили, что, шагая по ним, матросы с Джонсона рисковали провалиться. В каютах корабля и на капитанском мостике было найдено 20 скелетов. Оказалось, парусник Мальборо-Глазго был построен в 1876 году, а в 1880 году ушел в свой последний рейс из Новой Зеландии с грузом мороженого мяса, каковой груз вез в Лондон. Но до Лондона корабль не дошел, обезлюдившим И необнаруженным он плавал по океану почти четверть века. Груз его оставался на месте, только сгнил. Вещи членов экипажа тоже были на своих местах. Да и команда находилась в тех помещениях, где должна была находиться по штатному расписанию. Было полное ощущение, что все погибли быстро и одновременно. В те годы, когда случилась таинственная катастрофа с этим парусником, радиосвязи еще не было, и экипаж не мог послать никакого сигнала о спасении. Но потом радио изобрели. И вести о такого рода катастрофах зазвучали в эфире. Так, в 1948 году радиостанции в Юго-Восточной Азии неподалеку от Суматры поймали радиограмму с корабля «Уран-Кмедан». Двоеточие. Все мертвы. И я умираю. Свои координаты радист передать не успел. Но поскольку передачу засекли несколько радиостанций, методом триангуляции удалось быстро найти координаты источника. Первым на место происшествия прибыл корабль «Сильверстар». Его матросы высадились на терпящий бедствие корабль. И могли только подтвердить сообщение. Все мертвы. Даже корабельная собака. Причем люди явно умирали в мучению. На лицах застыла гримаса ужаса. На лицах застыла гримаса ужаса. Отбуксировать судно не удалось. Из его трюма повалил дым, и корабль взорвался. Спасатели едва успели ретироваться. Считается, что экипаж из судна погубил перевозимый груз. Но в связи с гибелью корабля проверить это уже не было возможностей. В 1953 году английское судно «Ренни» обнаружило в Бенгальском заливе грузовой теплоход «Халчу». Корабль имел незначительные повреждения. В частности, была сломана мачта. Но в целом с судном все было в порядке. Запасы воды и топлива для двигателей, груз риса в трюмах. На месте были даже все спасательные шлюпки. Не было только команды. Все пятеро членов экипажа просто исчезли. В 1969 году у Азорских островов были найдены две безлюдные яхты. На обеих было в наличии спасательное снаряжение, запасы воды и провизии. В 2003 году индонезийский рыболовный траулер «Хай-М6» был найден дрейфующим неподалеку от Австралии. Без экипажа. Все 14 человек исчезли. При этом в трюме был улов рыбы, которая уже начала протухать. В 2006 год неподалеку от острова Сардиния береговая охрана обнаружила двухмачтовую яхту «Прекрасная подруга». Без единого человека на борту. В том же году, неподалеку от Северо-Восточной Австралии, был найден обезлюдевший танкер Янг Сэнг. 2007 год. Прогулочный катамаран КАЗ-2 был обнаружен неподалеку от того места, где годом ранее нашли Янг Сэнг. Трёх членов его экипажа на борту не было. Но дизель катамарана работал, на столе стоял открытый ноутбук. С борта в море была опущена леска. Перед неведомой катастрофой один из членов экипажа ловил рыбу. Все три спасательных жилета были на месте. Людей искали в открытом море целую неделю, но так никого и не нашли. Ну и, наконец, из совсем свеженького летом 2013 года российский ракетный крейсер «Москва» обнаружил в Атлантическом океане не подававшую признаков жизни одномачтовую яхту. Судёнышко с потрёпанными парусами шло под норвежским флагом. В каюте нашли документы владельца. Им оказался норвежец Гуннар Эгил Мире. Сколько вместе с ним путешествовало людей и куда они все пропали, неизвестно. Ну и что же происходило со всеми этими кораблями и людьми, на них находившимися? Такое ощущение, что всем экипажам вдруг овладела паника, и люди кидались за борт, не задумываясь ни о чём. Или же в страшной спешке спускали шлюпку и в ужасе уплывали от вполне исправного судна. Почему? И только ли на море бывает такое? Оказывается, не только на море. Порой подобное происходит в горах и в некоторых пещерах, имеющих длинные разветвлённые ходы, напоминающие трубы. Пещеры такие есть и у нас в стране. На Урале и в Хакасии. Вот рассказ спелеологов, исследователей подземных глубин, побывавших в таких пещерах. Двоеточие. Мне становится как-то не по себе. Возникает неясное чувство тревоги. Дальше больше, волнение нарастает. И вот я, который никогда не был трусом, трясусь как осиновый лист. Панический страх. А чего, боюсь, сам не знаю. Потом ребят расспрашивал. И с ними было то же самое. Прошло немного времени, и мы все трое почувствовали, что в пещере не одни. Ощущение было такое, что кто-то стоит за спиной, уставившись тяжёлым взглядом в затылок. Ощущение тяжести перешло в отчётливый страх. Мы решили прекратить работы и идти к выходу. Иными словами, у людей вдруг возникает чувство беспричинного, но при этом совершенно безумного страха, ужаса, смертной тоски. Они буквально места себе не находят. Или же просто кидаются, бежать с вами о голову. Причём интересно, что возникают такие необычные ситуации не только на море, в горах или в пещерах. Есть в Москве такая газета «Московский комсомолец». И в ней долгие годы работает главным редактором старичок Павел Гусев. Так вот, когда этот дедушка был ещё молодым студентом геологического института, решили они с друзьями поехать на моторке по речке в малонаселённой Вологодской тайге. И через несколько дней путешествия на одной из речных излучин на высоком берегу увидели старый заброшенный дом и баньку рядом с ним. Павлу и его другу Михаилу место показалось живописным. И они решили отделиться от друзей, чтобы пожить тут недельку. А что? Дом уже стоит, речка, бор сосновый, тишина, природа. Но отдыха не получилось. После дня, проведённого в хлопотах, наступил вечер. Вот тут ребята и почувствовали неладное. Причём, что именно идёт не так, понять было невозможно. Просто навалилась какая-то странная тревожная тоска. Причём сразу на обоих. Вот как описывает это сам Павел, двоеточие. К вечеру Мишка стал совсем молчаливым, а с темнотой забрался на нары в нашем скромном убежище. Да так оттуда и не спускался. Я вдруг, вспоминая день, почувствовал какую-то тоску. А может, это была тревога? Днём сходил сосновый бор, который манил к себе золотистым светом, грибами. Но прошёл немного и захотелось вернуться. Даже не понял, почему. Хотелось быть на лужайке на открытом месте. Больше в лес не тянуло. Так же прошёл ещё один день. Мишка сделался совсем угрюмым. Почти всё время проводил у реки с удочкой, искоса поглядывая на меня, как бы изучая моё поведение. Признаться мне было не по себе. Я не мог оценить своё внутреннее состояние, не мог понять, что со мной происходит. На третий день решил сходить на охоту. Закинув ружьё на плечо, зашагал в сторону леса, который стоял плотной стеной за домом в стороне от соснового бора. Павел Гусев — любитель охоты. Но на сей раз она ему никакой радости не принесла. Напротив, вскоре он был вынужден бежать из леса обратно. Двоеточие. Вдруг я почувствовал, понял, что меня тревожило все эти дни. Я с ужасом осознал, что я здесь не один. За мной кто-то пристально наблюдал. Но откуда? Кто? Я лишь чувствовал, но не видел. Быстро повернув, я буквально побежал к поляне. Свалился, чертыхнулся, отряхивая налившую грязь, и вскоре выскочил недалеко от заброшенного дома. Тяжело дыша, прошел мимо дымящегося костерка, спустился к баньке, открыл дверь, Мишки не было. Не видно его было и на берегу. Выскочив наверх, я озирался по сторонам, а внутри все сжалось от подступившего тошнотворного чувства одиночества. Оно наплывало, делая ноги ватными, непослушными. Мишки нигде не было. Я заорал так, что даже сам не понял, что кричу. Внезапно я услышал Мишкин голос. Он доносился откуда-то сверху с трудом и разглядел его почти на самой макушке березы, которая росла на краю поляны, изящно изгибаясь и нависая над рекой. Я вскарабкался туда же и, еле отдышавшись, присел на сук чуть ниже Мишки. Он с испугом смотрел на меня, виновата моргая, отводя глаза. «Ты что?» выдавил я. И тут выяснилось, что все эти дни Мишка находился в подавленном состоянии, потому что ощущал себя на поляне неуютно. Но главное он понял только, когда я ушел в лес на охоту. Мишка явственно почувствовал, что за ним кто-то наблюдает. Он чувствовал на себе взгляд. Это и заставило его опрометью кинуться к дереву и лишь на его вершине осознать свою безопасность. Тогда я поделился своими ощущениями, которые почти полностью совпадали с Мишкиными. Он побледнел. Руки судорожно сжали березовые ветки, которые служили ему опорой. С дерева мы слезли, лишь когда наступили сумерки. Не разжигая костра, быстро прошли в баньку. Закрылись. Поужинали консервами. Утром долго не вставали. Но о вчерашнем не говорили. Старались не вспоминать свою тревогу. Позавтракали у костра и вдруг, не сговариваясь, взглянули друг на друга. Мы опять начали чувствовать ужас чьего-то присутствия. Не сговариваясь, мы прихватили ружья и пошли к березе. На ней мы провели остаток дня. Там, наверху, в шуршащей листве, у нас родился план. Завтра немедленно уходить из этих мест. Мы больше не могли выдерживать эту пытку страхом. Он нас сковывал, превращал оцепеневшие наши фигуры в какие-то мумии. Мы проклинали день, когда решили ехать в эту глушь. И шумные многолюдные московские улицы казались какой-то нереальной фантастической мечтой. Утром следующего дня, собрав свои вещи, схватив немного еды, мы в буквальном смысле слово рванули, что было сил из этого места. В банке остались палатка, спальники, котелки, основная часть продуктов. Беспричинный, оглупляющий страх, доходящий до паники, с которым невозможно бороться, которую невозможно объяснить. Откуда? Почему? Кавычки закрываются. Но перейдем дальше к группе Дятлова и рассмотрим это событие во свете Библии. Их было шесть мужчин и две немусульманские девахи. А о чем может быть разговор в такой компании, когда ложатся спать? Не молитвы и не духовные песнопения отнюдь, но блуд и блудные анекдоты. Во многих фильмах и видеороликах не раз показаны, как бы последние сны этих горе-путешественников. Римлянам 9.22. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели? Пре мудрости Соломона 18.19. Ибо встревожившие их сновидения предварительно показали им это, чтобы они не погибли, не зная того, за что терпят зло. Почему нет версии о названии этой горы? Не просто басни про потоп. Есть земля благословения, а есть и земля проклятия. Иеремия 23.10. Потому что земля наполнена прелюбодеями, потому что плачет земля от проклятия. Засохли пастбища у пустыни, и стремление их зло, и сила их неправда. Иеремия 44.22. Господь не мог более терпеть злых дел ваших и мерзостей, какие вы делали. Поэтому и сделала земля ваша пустынею и ужасом, и проклятием без жителей, как видите ныне. Так и называют земля святая. А есть земля для сатанистов-релиховцев. И они туда толпами едут, как к месту особой связи, как горный Алтай, Гималай, каналу энергетических потоков, связи с неким космическим разумом, с космосом, то есть с бесами, места обиталища демонов. Это вполне все подробно описано в житиях святых. Прошу дочитать до конца житие святого Конана. Конан Исаврийский. Память 5 марта. Святой апостол язычников Павел во время одного из своих благовестнических путешествий просветил жителей города Исаврии светом истинной веры в Господа нашего Иисуса Христа. В это же время в селении Вифании, находившемся в 18 стадиях от города Исаврии, жил один человек по имени Нестор с женою Надою. У них родился сын Конан. Когда отрок вырос, родители задумали его женить и обручили его с красивую девицу Анны. Но еще раньше того Конан уявился в виде светлого мужа святой архистратик Михаил. Научив Конана истинной вере, архистратик повел Конана на реку, крестил его во имя Пресвятой Троицы, причастил божественных тайн, а затем, осенив его крестным знамением, стал невидим. С того времени отрок исполнился святого духа, а архистратик Михаил невидимо всегда пребывал с ним. В день брака жених с невестою при общем веселье были отведены в брачный чертог. Здесь Конан покрыл сосудом зажженную свечу и спросил девицу, что лучше, тьма или свет? Девица отвечала, свет, конечно, лучше тьмы. Тогда святой Конан открыл свои исполненные божественной благодатью уста и стал убеждать невесту сохранить свое девство и чистоту жизни и веровать во Христа истинного Бога. «Это и есть, — говорил он, — свет не мерцающий, а плотская жизнь и языческая нечестивая вера — тьма». Девица имела доброе сердце, так что семена Слова Божия пали на хорошую почву, и невеста скоро согласилась со всем, во всем со своим женихом. Она уверовала во Христа и дала обет сохранить навсегда свое девство. Так эта святая чета жила в девственной чистоте, как брат с сестрой, или, лучше сказать, как два ангела Божии, подобно Серафимам, горя любовью к Богу и Ему единому угождая. Прошло еще немного времени, и блаженному Конану удалось убедить и родителей своих оставить идолопоклонство и обратиться ко Христу. Конан крестил отца своего, мать и невесту, и все они, наставляемые и поучаемые святым Конаном, угождали Богу. Отец Конана Блаженный Нестор сподобился и мученического венца, быв умершлен и долопоклонниками за обличение их заблуждений. Спустя немного времени и Мать Святого, Блаженная Нада, с миром отошла ко Господу, а за нею Святая Дева Анна, обрученица Конана, переселилась в нетленный чертог небесного жениха Христа. Всех их Святой Конан предал честному погребению в одном месте. Оставшись одиноким, Конан продолжал жить для Бога, упражняясь в Богомыслии, умершляя свое тело постом, трудами и всеночными молитвами. За свои подвиги он удостоился благодати Святого Духа, которое, как некое сокровище, долго таилось в нем и обнаружилось уже во время старости Святого Конана. Это было так. В той стране, в пустынном месте, в непроходимых горах была пещера страшная и темная. В пещере было идольское капище, где стоял громадный каменный идол нечестивого Бога Аполлона, которого особенно почитали в исаврийской стране. У исаврян был обычай каждогодно собираться там в день празднования Аполлона для жертвоприношения и совершения богомерзкого праздника. Когда наступил день этого праздника, и все жители города собрались идти в капище, находившееся в пещере, Святой Конан, подвигнутый Духом Божиим, пришел в город. Увидав множество вооруженного народа на конях и пеших, как бы приготовившихся на сражение, он громким голосом закричал им «Мужи исаврийские, подождите немного! Я хочу вам сказать слово! Зачем вы вооружены? Разве на вашу страну напало внезапно неприятельское войско и вызывает вас на битву?» Народ отвечал Конану «Нет, но мы идем принести жертву Богу Аполлону и совершить ему празднование!» Святой Конан вдруг вновь спросил их «Я хочу узнать от вас, кто этот Аполлон и какова его власть?» Люди отвечали «Он наш промыслитель, дарует нам все блага! Он укреплял и наших отцов, от которых мы и приняли обычаи праздновать ему!» Тогда Святой, смеясь над ними, предложил им такой вопрос «Слышали вы когда-нибудь голос или какое-нибудь слово своего Бога?» Они отвечали «Нет, но наши отцы заповедали нам веровать в Него!» Святой Конан на это сказал им «Ваши отцы, как бессловесные животные, сами находились в прельщении, не ведая истинного Бога! Ибо если бы они знали Его, то не оказывали бы такого почитания глухому, немому и скверному идолу! Дайте мне власть над вашим Богом, и я покажу вам, кого вы почитаете, кто сей ваш Бог! Если я выможу его краскою, сможет ли он вымыться? Если разобью его железным молотом, сможет ли он снова оказаться в целости? Если тянет ли он руку, чтобы взять пищу и начать есть? Да коли вы будете безумствовать, послушайтесь меня, ибо я из вашего же города, но чужд ваших дел! Оставьте идолопоклонство, и я научу вас, как надобно почитать истинного Бога, и поклоняться Сидящему Вышне. Сей есть Бог невидимый, но Всевидящий, Творец неба и земли и моря, и всего, что в них, Царь крепкий и всемогущий, спасающий рабов своих и погубляющий своих врагов, тех, кто поклоняется идолам и приносит жертвы бесам. Сей Бог не требует кровавых жертвоприношений, но хочет, дабы приходящие к Нему познавали Его без злобы и лукавства, и веровали, что Он есть истинный Бог, Отец Единородного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа, не разлучающегося от Отца, Который через Него сотворил веки. С ними царствует и Вечный Дух Святой, от Отца исходящий. Сие три лица по существу един Бог, попаляющий огнем ненавидящих Его идолослужителей, но любящий любящих Его. Милосердию Его нет предела, ибо Он милостив ко всем возлагающим надежду на Него и с верою призывающим Его. Народ пришел в волнение от этих речей Святого, и среди Него произошел большой шум. Они бросились на Святого, чтобы Его убить. Другие их удерживали, не давая поднять на Него рук, ибо желали услыхать от Него еще что-нибудь. Когда народное волнение несколько утихло, некоторые из народа спросили Святого, — Чем ты можешь убедить нас, что есть Бог выше нашего Бога Аполлона, которого мы почитаем более всех других Богов? Покажи нам какое-нибудь знамение от твоего Бога, дабы мы уверовали в Него. Святой Конан, услыхав, что просит знамения, возложил свое упование на Бога и сказал народу, — Вот, многие из вас на конях и немало пеших людей, молодых и сильных юноши. Пойдемте же все к пещере Аполлона на место вашего собрания. Вы впереди, а я, как старик, буду следовать за вами. И дадим друг другу слово, что кто из нас придет раньше, того Бог велик и истинен. И Ему и подобает веровать. Если одни из вас на конях, другие сильные и молодые, пешком опередите меня старого и слабого телом и достигните прежде меня Аполлоново капища, то ваш Бог поистине Бог. Если же я, старик, пешком скорее в вас приду туда, то мой Бог больше вашего Бога, и вы должны будете уверовать в Него. Все одобрили его речь и согласились и на предложенное им условие, говоря между собой, этот старик в четыре дня не сможет дойти туда. Путь далек и неудобен, так как тянется среди высоких гор и глубоких долин, покрытых густым кустарником. После того все поспешили к пещере, одни надеясь на своих коней, другие на свои ноги, а святой Конан пошел за ними, двигаясь с трудом. Дорогой он горячо помолился Богу, и тотчас пред ним предстал святой архистратик Михаил. Взял его и в одно мгновение перенес на то место, куда все стремились. Людей же, спешащих на конях и пешком, ангел невидимую силу привел в смятение. И они блуждали по горам и дебрям. И люди, и кони падали с горных высот и разбивались. И весь день и всю ночь они не могли добраться до Аполлоновой пещеры, и даже не были уверены, по тому ли пути они идут. Утром неожиданно для них вышел им навстречу святой Конан. Увидав его, народ пришел в великое изумление. Святой же, смеясь над ними, спросил. — Отчего вы не могли прийти скорее? Я долго ждал вас и решил идти к вам навстречу. Люди, сильно измученные, рассказали святому все, что с ними случилось, и умоляли его показать им дорогу к Аполлонову капищу. Тогда святой Конан пошел впереди их и, приведя их к пещере, сказал им. — Вот, я исполнил свои условия и пришел сюда прежде вас. Теперь вы должны признать, что мой Бог велик, и уверовать в него. А вашего Бога предайте в мои руки, и я воздам ему за то, что он до сих пор прельщал вас. Но они кричали святому. — Нет, не возлагай вины на нашего Бога и не мсти ему. Мы сами виноваты, что замедлили прийти. Мы заблудились в пути и потому не могли исполнить условленного. Такой ответ сильно разгневал святого, и он сказал им. — Если вы теперь не уверовали в моего Бога, а продолжаете верить своему идолу, то исполните ли то, что он сам вам возвестит? Они все отвечали. — Если воистину мы услышим голос Бога нашего, то немедленно исполним его слово, ибо без сомнения веруем в него. И снова заключили со святым уговор и дали слово тверже первого, что поверит всему, что скажет их Бог. Тогда святой, ставший пред пещерой, где находилась капище Аполлона, громким голосом воззвал к идолу. — Идол, тебе говорю, так повелевает Господь мой Иисус Христос. Выйди из капища и приди сюда ко мне. И тотчас бездушный истукан, как живой, закачался, упал со своего места и, катясь по земле, прикатился ко святому и, поднявшись с земли, стал пред ним. Все множество народа пришло в сильный ужас, и с громкими криками устремилось бегство. Святой Конан махал им рукой и уговаривал их не бояться, и едва остановил их. Успокоив их, он снова обратился к идолу, и все стали внимательно смотреть, что еще произойдет, а святой стал спрашивать идола. — Скажи нам, бездушный истукан, кто истинный Бог, ты ли или проповедуемый мной Господь мой Иисус Христос? Тотчас каменный идол с трепетом простер свои руки к небу и громко человеческим голосом произнес. — Един истинный Бог, проповедуемый тобою Христос! Сказавший так, идол упал и рассыпался. Видя это чудо, весь народ воскликнул. — Един истинный Бог, Бог Конана, он победил! И множество народа уверовало во Христа, и разбивший идолов приняло святое крещение. Иные же ожесточенные остались в прежнем неверии и сильно скорбели о гибели Аполлонова идола. Но впоследствии, видя много различных чудес, совершаемых святым Конаном, уверовали во Христа и остальные язычники той земли. В той же Исаврийской стране, в другой пещере, находившейся также в пустынном месте, обитал страшный бес. Он, как воин или разбойник, нападал на проходивших мимо людей и животных и умершлял их. Исавряне приносили ему множество жертв, умоляя его не делать им вреда и не умершлять их. Но их мольбы не приносили им пользы, а служили еще к большей погибели. Тогда собралось множество народа, людей, верующих и язычников. И они все вошли к святому Конану и усердно молили его, чтобы он прогнал беса из их страны. Верующие молили, нисколько не сомневаясь в силе Христовой, содействующей святому Конану. Язычники же коварно искушали святого Конана, ибо сами думали, что он не сможет изгнать свирепого беса. А напротив, бес умертвит его. Снисходя к мольбам Исаврян, святой Конан отправился с сопровождаемой множеством народа. Он подошел к самой пещере, где обитал бес, народ же с трепетом стал в отдалении. Обратясь лицом к пещере святой именем Христовым, повелел нечистому духу выйти из пещеры ввиду всего народа. Бес изнутри воззвал к святому, прося его, дабы он разрешил ему выйти невидимо, чтобы люди не видали его мерзкого образа. Но святой с угрозой повелел ему явиться пред всеми. Тогда бес на глазах у всего народа вышел из пещеры в виде страшной трясущейся женщины. Святой, запретив бесу причинять кому-либо вред, отослал его в Гиенну. В тот час бес сделался невидимым, а весь народ воскликнул «Велик Бог Конана!» Множество язычников уверовало во Христа. А святой Конан, довольно поучив народ вере в истинного Бога, возвратился в город. Народ сопровождал его с радостным пением. Святой сам начинал пение, а народ подпевал, прославляя Христа истинного Бога. «Возвратясь, святой Конан поселился в своем селе в доме Отца, совершая чудеса, исцеляя всяческие болезни с верою приходящих к нему и изгоняя бесов, над которыми дана была ему власть от Бога». Итог. Согласно только изложенного, картина с горой, на какую восходила группа Дятлова, могла так выглядеть. «Если эта гора уже раньше так называлась, не восходи туда, не поднимайся туда», значит, народность манси, живущие там язычники, живущие по шаманским законам, знали, что эта гора не для жизни и не для охоты, о чем эти неумные и говорили умным следователям. На это ноль внимания ни в одной версии гибели не отражены никак эти данные, паранормальные явления. Зачем они шли туда, куда тунгусы ногой не ступали? Бросили вызов, решили посмеяться над тупыми и темными, будучи сами гнусными и блудными. И вот последнюю ночь они, уже дошедшие к подножию запретного, могли балагурить, показывая перед девками свою храбрость, насмехаясь над темными силами, да и над Богом. И Бог допустил, что явились им темные, не разорвав палатку. Они в этом и не нуждались, и стали у входа, и, может быть, именно на слова «выходки», как Зоя с иконой святого Николая танцующей, и от ужаса бросились в рассыпную блудливые и нашкодившие. При мудрости Соломона, 17, с 5 по 20 стих. И никакая сила огня не могла озарить. Ни яркий блеск звезд не в состоянии был осветить этой мрачной ночи. Являлись им только сами собою горящие костры, полные ужаса, и они, страшась невидимого, призрака, представляли себе видимое еще худшим. Пали обольщение волшебного искусства. И хвастовство мудростью подверглось посмеянию. Ибо обещавшие отогнать от страдавшей души ужасы и страхи, сами страдали позорною боязливостью. И хотя никакие устрашения не тревожили их, но преследуемые брожениями ядовитых зверей и свистами присмыкающихся, они исчезали от страха, боясь взглянуть даже на воздух, от которого никуда нельзя убежать. Ибо осуждаемое собственным свидетельством нечестие боязливо и преследуемое совестью всегда придумывает ужасы. Страх есть не что иное, как лишение помощи от рассудка. Чем меньше надежды внутри, тем больше и представляется неизвестность причины, производящей мучения. И они в эту истину, невыносимую из глубин нестерпимого ада и шедшую ночь, располагаясь заснуть обыкновенным сном, то были тревожимы страшными призраками, то расслабляемы душевным унынием, ибо находил на них внезапный и неожиданный страх. Итак, где кто тогда был застигнут, делался пленником и заключаем был в эту темницу без оков? Был ли то земледелица или пастух, или занимающийся работами в пустыне всякий, быв застигнут, подвергался этой неизбежной судьбе? Ибо все были связаны одними неразрешимыми узами тьмы. Свищущий ли ветер, или среди густых ветвей сладкозвучный голос птиц, или сила быстро текущей воды, или сильный треск низвергающихся камней, или незримое бегание скачущих животных, или голос ревущих свирепеших зверей, или отдающееся из горных углублений эхо, все это, ужасая их, повергало в расслабление, ибо весь мир был освещаем ясным светом и занимался беспрепятственно делами, а над ними одними была распростерта тяжелая ночь, образ тьмы, имевший некогда объять их, но сами для себя они были тягостнее тьмы. И били их бесы, не повреждая тканей плоти, и ломали ребра и кости, и от ужаса вываливались языки и глаза из орбит. В этой даже и не версии, а, быть может, полной картине трагедии, нет ни одного пробела, ни одной прорехи, куда бы можно было просунуть тяжко неверие безбожникам. Все эти цвета палаток и одежды, радиации, бесы так искусны в этом деле, археологии костей динозавра. Евреям 11.31 Вераев, Раав, блудница с миром, приняв саглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными. Комсомольцы от города Вавилона Москвы, города-блудницы, полного бесов и чародейств, такие же были и порождены, Откровение чудовищ ВЛКСМ, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи, Плач 4.3, и чудовища подают сосцы и кормят своих детенышей, а щерь народа моего стала жестока, подобно страусам в пустыне. Откровение 9.21. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Так какой же можно сделать вывод о гибели студентов из всех шестидесяти четырех версий, уже нашедших себе приверженцев и ярых защитников? Так отчего же погибли эти молодые безбожники, считавшиеся умными, сдававшими на пятерки марксизм-ленинизм и готовы умереть за жуткую мумию в мавзолее, за это презренное страшилище в центре огромной страны, за пожирающего доверившихся ему и его клеветам? Из всей литературы, из всех исследований на этот вопрос, нужно тут выделить отдельно всего лишь эти пять ниже повторенных видеороликов. Именно о демонах говорит Агафья и все эти экстрасенсы-колдуны. А проговорить открыто может только Агафья, молящаяся Христу, только она. А все версии остальные – это трюк сатаны – увлечь новые жертвы к себе в пропасть ада. 2 Коринфянам 2.11. «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». И ведьма Елена Валерьевна так и говорит, чтобы и не пытались узнать причину смерти, причину нечеловеческого ужаса, застывшего на лицах дерзких и богоотверженных. Притом все колдуны и сновидящие говорят совершенно одинаково, что не люди их убили, а зло – стихия. Зло и есть дьявол. Это синонимы слова. Почему нигде и ни разу не дали духовное состояние этих погибших? А все только о внешних параметрах. А как же можно ввязываться в такую тему, абсолютно неверящим в потусторонний мир? Что есть иная жизнь? 1 Коринфянам 2.14.15. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумие и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит о всём, а о нём судить никто не может. «Безбожник, атеист и безумец – это одно и то же» Псалом 13.1. «Сказал безумец в сердце своём, нет Бога, они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро» Псалом 52.2. «Сказал безумец в сердце своём, нет Бога, развратились они и совершили гнусные преступления, нет делающего добро» «Нам нужно мыслить библейскими категориями, а не наработками прелюбодейного и приговорённого к погибели мира» Иова 35.10. «Но никто не говорит, где Бог, Творец мой, который даёт песни в ночи» Псалом 41.4. «Слёзы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день «Где Бог твой»» Псалом 41.11. «Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною мои враги, когда говорят мне всякий день «Где Бог твой»» Псалом 78.10. «Для чего язычникам говорить «Где Бог их»?» «Да сделается известным между язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов твоих» Комсомольцы – это безбожники и наглые гонители верующих, насмешники над святыми» 2 Петра 3.3. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям» Да, все ролики пересмотрел на эту тему «Неделю уже томлюсь тут и не зря» «Лучше всех и правильнее» говорил неизвестный мне человек в комментариях в студии на слова Агафьи Лыковой Он в подряснике с бородой, видимо из староверов, умен, начитан, сдержан, монументален перед этой тлетворной мошкарой Он просто гигантом выглядит К его словам ничего нельзя против добавить и не убавить Но его тут же затерли болтуны и насмешники Без огоны, с микрофоном Если такой человек все же пришел к этим пустовертам То его и нужно было на первое место поставить и снова позвать И он выдал бы то, чего за 53 года не коснулись даже знатные эксперты У него ключ к полной разгадке Он обратил внимание и на лестовку Агафьи И на книгу И все, что другим вовсе незаметно Но потеряв такого учителя, эти ветрогоны Так и будут блудничать словопрениями НЛО и светящиеся шары Это и есть демоны падшие Черти по Льву Толстову Псалом 27.4 Воздай им по делам их, по злым поступкам их По делам руках воздай им Отдай им заслуженное имя Комсомольцы решили всему миру доказать, что никаких лукавых существ нет И никто, кроме них, уже не сможет доказать так зримо Так овещественно, что есть падшие злобные духи И доказали страшной ценой И где же их души теперь? На покаяние не дал Бог ни минуты Псалом 72.19 Как нечаянно пришли они в разорение Исчезли, погибли от ужасов Прича 1.26 Зато и я посмеюсь вашей погибели Порадуюсь, когда придет на вас ужас В стихии есть не только природное явление Состояние, но и прелюбодейный мир Грешный, со своим противлением Богу и гнусными навыками Колоссянам 2.8 Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением По преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу Колоссянам 2.20 И так, если вы со Христом умерли для стихий мира То для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Только в этом рассмотрении, что студенты погибли, пораженные демонами За свое надмение Что не прислушались к советам Манси И не учли название горы Только при этом рассмотрении учитывается все до последнего шага и до конца И абсолютно на все вопросы дается самый полный ответ Только здесь, при этом видении картины Учитывая немизерный, мерцающий, блуждающий разум В потемках сознания исследователей Но слыша знающих то, что за кадром этой жуткой истории Только тогда и выводы нужны будут здравы Родители и родные будут внимательны к своему исходу Тогда все будут искать защиту у Христа, Бога истинного Будут раскаиваться в своих беззакониях И искать защиту в крови Христа, победившего дьявола Евреям 2.14 А как дети причастны плоти и крови То и он также воспринял оные Дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти То есть дьявола 1 Иоанна 3.8 Кто делает грех, тот от дьявола Потому что сначала дьявол согрешил для сего-то И явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола Римлянам 16.20 Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами Аминь Мракобесы и главный бес из ЦК КПСС Бесноватый Хрущев Никита Сергеевич Очень даже хорошо понимал Что признание адской силы Тотчас же выведет исследователей На причину возникновения этой силы зла Погубившей отребье земли в палатках То есть о падении с неба Смутьянов и первых революционеров Приспешников Люцифера Иова 38 Люди отверженные, люди без имени Отребье земли Исайя 32.6 Ибо невежда говорит глупое, и сердце его помышляет о беззаконном Чтобы действовать лицемерно и произносить хулу на Господа Душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего Иеремия 50.38 Засуха на воды его И они иссякнут И сякнут Ибо это земля из туканов И они обезумеют от идольских страшилищ И значит Есть Бог И значит все, что эти безумцы Творят над людьми, над страной Есть дьявол и ада на Руси Чертовщина при полной одержимости демонами Достаточно было призвать имя Иисуса Христа И явившееся страшилище, быть может Именно при входе в палатку Сгинули бы без следа в виде черного дыма А не в виде последнего кадра Цветящегося пятна Захарий 3.1 И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним И сатану, стоящего по правой руку его, чтобы противодействовать ему Марка 1.13 И был он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему 2 Коринфянам 11.14 И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света 2 Коринфянам 12.7 И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений Дано мне жало вплоть ангел сатаны удручать меня Чтобы я не превозносился Откровение 12.2 12.9 Низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною Обольщающий всю вселенную Низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним Был такой случай Едет знакомый нам Юрий Иванович М. Инженер, глубоко верующий, баптист из отделенных в городе Барнауле А рядом оказалась цыганка, которая стала за определенную мзду отвечать на незаданные вопросы И везде все угадывала Как вот эти ведьмы и колдуны в роликах, которые тут же ниже И кому она отгадывала, все подтвердили, что ответы ее удивительно точны Парень на средней полке плацкарте задает вопрос Про себя, про свою блудницу пассию И про свои деньги именно в левом внутреннем кармане костюма Она вслух сказала о всех монетах и их достоинстве Вот это был сеанс Парень пересчитывает раз за разом и не находит именно на одну копейку И потом вдруг находит ее завалившуюся в платочек Этот Юрий И, высокий, такой представительный, весьма импозантный по виду За слово Божие отсидевший три срока, тоже задает ей три вопроса Именно три При ответе эта ведьма-цыганка держит за руку вопрошателя И вдруг она с исказившимся лицом взглянула дико на него Резко отбросила его руку, вскочила и крикнула Ишь, чего захотел! И выбежала из купе И никому за всю дальнейшую дорогу эта ведьма уже не отвечала Ни с кем даже не разговаривала А вот к Юрию стали приставать с какой-то даже благоговейной опаской Что же это за такие вопросы он задал? Что последовала такая бурная и буйная реакция служительницы сатаны? Юрий просто ответил Первый вопрос был такой Кто дал тебе такую власть? Второй Как ты получила от него эту власть? Третий Что ждет после смерти твоего хозяина и тебя? Что же она должна была ответить? Спросили его попутчики Первое Дьявол Этот падший с неба Херувим Иезекииле 28.15 Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего Доколе не нашлось в тебе беззакония 2 Петра 2.4 Ибо если Бог ангелов Согрешивших не пощадил Но связав узами адского мрака Предал блюсти на суд для наказания Исайя 14.12 Как упал ты с неба, Деница, сын Зари Разбился о землю попиравшей народы Откровение 12.9 И низвержен был великий дракон Древний змей, называемый дьяволом и сатаною Обольщающий всю вселенную низвержен на землю И ангелы его низвержены с ним Второе За бессмертную душу Которую продала сатане за обладание этой властью Лука 4.6.7 И сказал ему дьявол Тебе дам власть над всеми сими царствами И славу их Ибо она предана мне И я, кому хочу, даю ее Итак, если ты поклонишься мне То все будет твое Диание 16.16 Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом Встретилась нам одна служанка Одержимая духом прорицательным Которая через прорицание Доставляла большой доход Господам своим Путь Фауста Третье Ждет ад и вечное мучение Откровение 20.10 А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное Где зверь и лже-пророк И будут мучиться день и ночь во веки веков Аминь Источники Святая Библия Жития святых Дмитрия Ростовского Лента.ру История из статьи «Сплошные волнения» Православный библейский форум Читала Елена Гладущу